Привет, друзья! В прошлом видео, где мы с вами обсуждали мои планы на 2021 год, я упоминала о том, что будет отдельное видео, где мы поговорим исключительно про мои циклы, про мои книжные циклы и проведем некую их ревизию. Ну что ж, это видео себя долго ждать не заставило. И, друзья, я сразу говорю, что сегодня речь идет только о тех циклах, которые я уже сунула свой нос, с которыми я уже так или иначе познакомилась, и иначе мне бы пришлось с полок практически, наверное, 50% книг снимать. Нет, я хочу провести именно ревизию тех циклов, которые я начала, понять, насколько их много, спойлер их много, и определиться, что я читать буду, что я читать не буду, и чему я дам еще один шанс. И вот в среднем в этом сегменте, скорее всего, мне крайне понадобится ваша помощь. Итак, первое, что мне тут попалось, это Робин Хобб и ее хроники дождевых чащок. Здесь у меня должна быть еще третья книга, пока я еще не успела ее прикупить, но для меня это не слишком страшно. По той причине, что эти книги я однозначно читать буду, и поэтому я их однозначно и спокойно и смело покупаю, несмотря на то, что в первую часть, которая тут первая, вот эта, в первую часть я еще не ходила. Но, тем не менее, этот цикл я считаю надкусанным условно, потому что он входит в грандиозный мир элдерлингов Робин Хобб, а все, что касается мира элдерлингов, у меня у Робин Хобб прочитано. Выходил масштабнейший обзор, где я рассказывала про все книги Робин Хобб как раз в мире элдерлингов, как их читать, о чем они, кому они подходят, кому не подходят. В общем, можете посмотреть, если вам интересно, но хроники дождевых чащок остались за гранью моего внимания по самой главной, наверное, причине. Я слишком много слышала негативных отзывов на их счет, что они одни из самых скучных книг в цикле про мир элдерлингов. Что тут Робин Хобб это не та Робин Хобб, что, в общем, как-то с этими книгами что-то не совсем все в порядке. Но при всей моей любви к этому миру, всепоглощающей во всех отношениях, конечно же, я не могла пройти мимо этих книг. Нравятся они кому-то, не нравятся они кому-то. Тут уж я должна совершенно точно свое личное мнение составить. Дальше я вам покажу дилогию. Дилогии я тоже буду показывать в этом видео, так как это не одна книга, а две, а значит, в некотором роде тоже цикл. Знаменитейшая история Ли Бардуга «Шестерка ворнов» и «Продажное королевство». Не помню, как точно называется в целом эта дилогия, но она входит в масштабнейшую вселенную Ли Бардуга Гриша Верс, которая в целом, опять же, в своем масштабе меня ни в коей мере не интересует. Но «Шестерка воронов» в свое время гремела повсюду, из каждого утюга, и я тоже заинтересовалась этой мрачной историей про шестерых подростков, таких звездочек преступного мира, которым выпадает шанс совершить нечто невозможное, совершить похищение из самого охраняемого места вот в этой вселенной, в этом мире. И я провела очень приятное время с «Шестеркой воронов», несмотря на то, что у меня были вот не вопросы, я не пребывала в тех бешеных восторгах, как очень многие вокруг меня, и финал меня несколько смутил. И, в общем, да, какие-то у нас точки несоприкосновения определенно были с этой книгой, но она очень легко у меня прочиталась, вытащила меня, не читая в тот момент, принесла мне достаточно много положительных эмоций, поэтому, конечно же, я купила «Продажное королевство», тем более, что «Шестерка воронов» на таком достаточно клифкангерном моменте обрывается, и, соответственно, хочется все-таки дочитать эту историю, тем более всего лишь одна книга. Но, тем не менее, вот уже несколько лет прошло, рука моя не тянется к «Продажному королевству», уже, наверное, многие подробности про героев из «Шестерки воронов» забылись, а наверняка это важно для прочтения, весь их бэкграунд, все их сложные взаимоотношения между друг другом, поэтому определенно читать буду, желательно бы мне, наверное, уже как-то обратиться к этому циклу, к этой дилогии, дочитать ее, но, в общем, да, она у меня уезжает в список, читать обязательно буду. Следующая книга, первый представитель цикла, который я продолжать не стану, это «Пожирающая серость» от Кристины Линн Эрман, такая прекрасная, красивая книжечка, просто невероятно замечательно оформленная, с этим розовым срезом, не менее красивая вот на днях, не на днях, а недавно вышла вторая часть с таким голубым срезом, в общем, книжечки прекрасные, но к моему огромному разочарованию, потому что я большие надежды питала на эту книгу, мне хотелось чего-то такого уютного и в то же время мрачненького, и она, казалось бы, это мне обещала, потому что здесь наша главная героиня приезжает в свой родной город, в котором происходят некие странные вещи, она начинает раскручивать клубок того, что там происходит, пытается познать и узнать там свои моменты своего происхождения, своей семьи, и выясняет, что она является одной из четырех семей-основателей этого самого места, а место не самое, надо сказать, приятное, потому что в нем есть как некая вторая реальность, та самая «Пожирающая серость», вынесенная у нас в заглаве, которая периодически как бы наплывает на город, захватывает в себя, внутрь себя людей, и вот там каким-то нехорошим образом с ними поступают, с ними, с этими людьми поступают. И вот наша четверка основателей, она пытается с этой серостью сражаться. Все это завязано на огромное количество различных внутренних разборок, каких-то там подлостей, каких-то там заговоров, интриг, все это еще на разные знаки завязано. И, в общем, звучит все очень-очень интересно, но по факту я встретила очень скучную историю, где подростки что-то там разбираются между собой, сама история возникновения этого места и продолжения жизни людей в этом месте вызывает крайне большие вопросы, и сама эта «Пожирающая серость» внутри себя оказывается уж не такой таинственной, жуткой, какой бы, наверное, хотелось читателю. Продолжать тратить свое время на книгу, которая вот меня, ну, совсем-совсем не интересовала, я этого делать не буду. Следующей книгой, пожалуй, я открою стопочку циклов, которым я дам второй шанс. Я недавно о ней вам рассказывала и просила дать советы тем, кто же знаком с этим циклом, таких наверняка немало, но, к сожалению, не дождалась какого-то ответа, поэтому, если вам есть что сказать, обязательно пишите в комментариях, как вам этот цикл. Это Академия Азика Азимова, такая базовая штука в научной фантастике, про некую академию, созданную гениальным Гэри Селдоном, основателем науки психоистория, которая должна и делает это, прогнозирует развитие человечества на очень-очень многие годы и даже века вперед. И Гэри Селдон с помощью этой самой своей науки предвлекает, что человечество достигло уже такого масштаба развития, так расселилось по Вселенной, что скоро это все приведет к тому, что все начнет разрушаться, наступит период анархии, наступит период какого-то полного хаоса, и таким образом мир потеряет огромное количество знаний, накопленных за все эти годы, потому что он будет в таком хаосе, что уж точно не до сохранения знаний будет. И вот Гэри Селдон создает Академию, которая должна эти знания как-то аккумулировать в себе и вообще дает, скажем так, такой толчок развитию, который должен этот период хаоса минимальным образом сократить. Такая тоже немножко неоднозначная штука, я очень подробно рассказывала об этом в прочитанном, и вот после ее прочтения я осталась в таких очень растрепанных чувствах. Вроде было достаточно занимательно, с другой стороны, как-то даже не по себе по ряду моментов, но с третьей стороны я не могу сказать, что я прям провалилась в эту историю с головой, поэтому опять же, стоит ли не стоит, но, пожалуй, все-таки я дам этому циклу еще один шанс, прочитаю следующую часть, и там уж определюсь, стоит продолжать или нет. Дальше я вам показываю еще одну диалогию, у меня здесь только первая часть, это призванная Патрика Угулина, вторую часть я не покупала и не планирую, по той причине, что читать продолжение я не буду. Призванные рассказывают нам очень мрачную историю про Ирландию, на которую в какой-то момент опустился купол, который отрезал ее от всего остального мира, из нее невозможно уйти, уплыть, улететь, сделать подкоп. В общем, убраться из Ирландии никоим образом нельзя. Сделали это фейри, с которыми у Ирландии был достаточно большой конфликт, был на заре их истории, и вот теперь фейри мстят за все, что было сделано в их сторону, и они, опустив этот купол, отрезав Ирландию от всего остального мира, на этом не остановились, сделали они вещь еще гораздо более страшную. В этом мире каждый подросток в какой-то момент своей жизни, в какой точно никому никогда неизвестно, на три минуты попадает мир фейри. Но дело в том, что эти три минуты он как бы отсутствует в нашем реальном мире, а вот в мире фейри проходит достаточно большее количество времени. И ему, этому подростку, нужно в этом мире выжить. Вот тот период, в котором он там будет находиться, по-моему, это сутки по времени фейри. И, соответственно, если он выживет, все будет хорошо, он вернется обратно в этот мир, то проблема в том, что выжить, мягко говоря, непросто. И вся Ирландия, она постепенно вымирает. Подростки, которые там живут, они все учатся в специализированных школах, где их учат. Учат тому, как им прожить эти три минуты, по факту гораздо больше, естественно. Все силы кладут на то, чтобы подростки все-таки могли выбраться из этой ловушки, но, к сожалению, это очень редко кому-то удается сделать. У главной же героини Нессы шансы на выживание еще более призрачные, чем у всех ее друзей, потому что после того, как она переболела полиомиелитом, она фактически не ходит и перемещается только на костылях. Все на нее смотрят, как на уже фактически ходячий труп, потому что все понимают, что выжить в мире фейри она просто-напросто не сможет. Но этим эта книга интересна, тем, что ты все время ждешь, надеешься, веришь, как все-таки главная героиня, как Несса, сможет справиться с этим испытанием, есть в себе такая вера и надежда. В целом, это очень неплохая книга, которая читается в лед, которая, да, очень жестокая, очень кровавая, наполненная просто совершенно ужасающими подробностями того, что там фейри делают с этими бедными детишками, но ты все время в ожидании того, что вот кого-то заберут, когда-то заберут и нашу главную героиню, в попытках понять вообще, что происходит, и самое главное в попытках и надеждах, что главная героиня какой-то хитростью или каким-то образом сможет все-таки преодолеть этот свой недуг или в целом выжить вот в этом мире фейри, в который она, конечно же, неизбежно попадет. И, в общем, все было замечательно и великолепно, несмотря на достаточно такую однообразность и монотонность этой истории, потому что у нас вот кто-то пропал, потом мы смотрим, как он там в этом мире фейри себя ведет, что там с ним происходит, потом мы дальше некоторое время в этой школе находимся, потом снова кого-то нас забирают, и вот таким образом эта книга достаточно часто и много повторяет себя, несмотря на то, что фейри возвращаются там всячески разным образом, несмотря на то, что тут есть загадка, есть подвох, есть за что зацепиться. В общем, в целом она произвела на меня очень приятное впечатление, почему же я не буду читать продолжение. Здесь есть две причины. Самое главное в том, что в целом все, что я хотела от этой истории получить, а именно это мрачное ожидание, именно это посмотреть то, что в этом мире в фейри жутком происходит, понять, что с главной героиней произойдет и каким образом она выберется из этой ситуации, когда она вот в таком не самом лучшем виде будет сражаться с фейри. Всё это я получила в этой книге, но вот это вот самое катарсис не произошёл, потому что я считаю, что то, как она закончилась в плане именно Нессы, её противостояния с фейри, это такое в чистом виде читерства. Это нечестно. Это нечестно по отношению к читателю, который ожидал какого-то классного финта, а получил, ну вот как чит-код кто-то ввёл, и, в общем, всё случилось так, как случилось. Поэтому всё, что я хотела от этой истории, получила. Дальше у нас в фейри начинают проникать в мир людей, и вторая часть как раз и называется «Вторжение», и там, очевидно, у нас будет противостояние уже в мире людей вместе с фейри. Мне это не очень интересно, было интересно именно смотреть наизнанку, на тот мир, поэтому решила, что продолжение я читать не буду. Но если я вдруг ошибаюсь, если вдруг там что-то прям невообразимо прекрасное, невыносимо интересное, напишите мне об этом. Так, следующий цикл у нас пойдёт определённо в стопочку ещё один шанс, потому что я не уверена, что всё у нас с ним сложится. В своё время я очень хотела читать эти книги. Это Крис Колфер, его «Страна сказок». И Криса Колфера я очень люблю по сериалу «Угли», и очень уважаю его как человека. И когда я узнала, что вот он ещё и сказочник, ко всему прочему, то, конечно же, мне было интересно познакомиться с этими историями. А здесь у нас ещё и попадание в мир сказок. Я такое крайне люблю. Сериал «Десятое королевство», да, вот эти все дела, когда кто-то из нашего мира попадает в мир сказок, где там своя абсолютно атмосфера, где там живая, например, Белоснежка, у неё там какие-то другие, может быть, в этом мире отношения, нежели мы привыкли там с мачехой там, с королевой и так далее и тому подобное. То есть такая альтернативочка сказочного мира. В общем, всё это меня крайне-крайне интересует. Но когда я прочитала первую часть, что-то на заклинание желаний, у меня как-то поутихли немного восторги. Не потому, что это плохо, но, во-первых, первая часть, она очень детская. Это реально прям детская сказка. Но уровень жестокости, который там встречался, уровень некоторых шуток и некоторых вещей, которые там были, на мой взгляд, они не слишком детские. И у меня какая-то прям несостыковка была с таким очень детским текстом и не с самым детским повествованием во многих местах. Я понимаю, что дети зачастую по-другому воспринимают какие-то события в мультиках, в фильмах, в книгах, которые взрослые смотрят уже с каким-то, может быть, даже ужасом на эти события. У ребёнка немножко там своё какое-то представление об этом. И, возможно, я уже отошла от этого понимания, от этого, точнее, от этого воспоминания, как это происходит. Поэтому мне вот показалось, что немножко как-то что-то не сходится. Но, тем не менее, я вот вроде не хочется такой детский текст читать, вроде как и вот вопросы к самому содержанию некоторые были, хотя в целом задумка клёвая, интересная, как раз то, что я бы хотела получить от этого цикла. Но, в общем, дальше я знаю, что дальше, чем старше будут становиться наши герои, тем более взрослому повествование будет становиться. Поэтому, конечно же, вот эти три, наверное, книги я должна прочитать, дать шанс действительно этому циклу. Там ещё, кажется, три. И пока что их, кажется, опять же, можно купить, поэтому надо бы мне не затягивать. Так уже я достаточно, ой, затянула с этим циклом. В общем, да, дам ещё один шанс. Далее у нас уже взрослая трилогия, которую я решила, что не буду продолжать читать. Это Кевин Кван и Безумно богатые азиаты. Уже две части с продолжением вышли. Но Безумно богатые азиаты, я вот крайне на них рассчитывала, потому что мне на самом деле как-то прикалывает читать меня про мир очень богатых людей, как они там живут, как у них всё это там обустроено. Меня такие истории чем-то цепляют, и поэтому я думала, что вот здесь тоже будет неплохо это всё почитать. Наши главные герои, очень-очень-очень богатый наследник, привозят свою девушку, которая самая простая девушка, обычная, без какого-то там бэкграунда, с миллионами, миллиардами на счету. Привозят её в свою семью, и там, конечно же, её считают бесстыницей, которая хочет у них прекрасного Николаса хомутать, по-моему, Николас его зовут, и всяческие козни ей начинают устраивать. В общем, такая вроде стандартная достаточно история. Может быть, своей стандартностью как раз она меня и оттолкнула, несмотря на то, что, да, здесь действительно огромные деньги крутятся, от которых ты периодически поражаешься, на какую ерунду можно их тратить, а кто-то, наоборот, обладая безумно огромными средствами, их как-то аккумулирует и не трогает, не рассыпает. Но это всё какое-то, не знаю, какое-то такое предсказуемое, по крайней мере, первая часть для меня не принесла ничего такого особенного. Со всем этим в том или ином виде я встречалась. Да, она немножко выделяется, наверное, в ряду таких книг за счёт того, что сам Кевин Кван не понаслышке знает об этом мире, он сам из этого мира, и, соответственно, читая его работу, мы можем лишь ужасаться тому, что это, блин, это реально так, вот это вот существует в нашем мире, это не выдумки чьи-то, это вот такие люди есть. И с точки зрения какого-то изучения вот этого невероятно богатого слоя азиатских, да, богатых людей, посмотреть на то, что там происходит, может быть, с этой точки зрения она более интересна, но по большому счёту ничего такого она не принесла мне в жизни, поэтому я решила, что не буду продолжать. Следующий талмуд — это хроники Амбера Роджера «Желязный». Ох, непросто мне с этой книгой, потому что в своё время я познакомилась с первой частью, и опять же она как-то прошла такая мимо меня. Вроде как было с какой-то стороны интересно, где-то там прикольные разные повороты были в этом всём, но не цепануло вот вообще ни разу. Я подумала, я тогда её в электронке читала, что, может быть, мне нужен какой-то пиног для продолжения, потому что вроде как и не зацепила, но вроде как и не было слишком такого повода откровенного, чтобы бросать, не продолжив, не попытавшись, по крайней мере, продолжать это чтение. И я решила, что мне нужна бумага. Я одолжила эту книгу у своей сестры, взяла, и вот она у меня стоит два года больше, и как бы некрасиво. Я сама не люблю, когда у меня надолго книги брут, поэтому надо мне уже что-то с этим сделать. Либо решить, что всё, хроники Амбера нет, нет, уходят от меня, либо всё-таки попытаться прочитать дальше. Ну вот я склоняюсь, наверное, всё-таки к тому, чтобы дать хроникам Амбера шанс, потому что, ну, такая знаковая, опять же, штука, про иной мир, который связан с нашим миром и с многими другими мирами, и за престол которого борются наши принцы Амбера и принцессы. Девять их, по-моему, человек, и они там устраивают жёсткие разборки, подставы друг к другу. Дальше у нас Николас Имс и Королей Жути. Кстати, про то, как я читала Королей Жути, я брала эту книгу с собой в поездку в Карелию, выходил влог достаточно объёмный, поэтому вот кому интересно посмотреть подробности моего чтения, добро пожаловать. Здесь у нас мир, в котором банды наёмников, это всё равно, что рок-группы в нашем мире, то есть у них есть свои фанаты, у них есть определённое название, они борются там с своими оппонентами, с какими-то жуткими чудовищами на аренах, все на них там смотрят, они там ездят на гастроли, то есть такая очень прикольная аналогия, очень забавная. И наши главные герои — это мужчины уже среднего возраста, чей момент славы уже далеко позади, которые в своё время очень блистали, их банда сага, их знали буквально все, они были очень крутыми. Но вот годы прошли, они все уже живут своей жизнью, достаточно разными жизнями, но случается так, что у одного из членов этой банды, его дочка, которая пошла по стопам папы, она тоже завела свою банду, она пропадает в кромешной жути, в неком страшном-страшном месте, где водятся страшные-страшные чудовища. И поэтому её папе ничего не остаётся, кроме как собрать свою банду обратно в кучу, они, надо сказать, не особенно этого хотят делать, сопротивляются всеми силами, но вот всё-таки собираются, они очень забавные, все члены этой банды обладают определённой своей такой изюминкой, и идут спасать дочку. Крутая, весёлая, задорная штучка, такая таблетка от грусти. Почему не буду продолжать? По одной простой причине. Следующая часть, она называется Кровавая розе, и посвящена она как раз той самой дочке, то есть там у нас уже молодые, её, видимо, сокомандники, самбандники, согрупники, и будет какая-то их история рассказываться, и в принципе, по-моему, там ещё какие-то книги планируются, Николаса Имса, и все они будут там про разных людей, разные, может, банды этого мира, я не совсем в курсе. Но дело в том, что фишка вот этой конкретной части была как раз в собрании этих старпёров, этих забавных чуваков, которые встряхнули, да, там свою песок, который с них сыпется, и бросились на амбразуру. Вот это было весело. Главные герои, они тащили всю эту историю, и мне не очень хочется следить за молодыми в этом мире, мне просто-напросто не слишком интересно вот подобный антураж с точки зрения вот молодой банды. Здесь фишка была как раз в героях, поэтому нет, продолжать не буду. Дальше, о, моя прелесть, восхождение Синлина Джосаи Бэнкрафта. Прекраснейшая новость, что в этом месяце вышла третья часть, это, если я не ошибаюсь, если я ничего не путаю, если ничего не изменилось, это финалочка, третья часть у нас будет последней, и это значит, что наконец-то дочитаю, а я, конечно же, буду продолжать чтение этого цикла. У меня прочитана только первая часть, вторую я не трогала, но не трогала я ее целенаправленно, чтобы дождаться третьей, и потом все вместе прочитать, потому что все-таки мне приятнее циклы как-то вот разом читать, несмотря на то, что вот эта вот масса книг, которая вокруг меня скопилась, говорит, что, видимо, что-то в последнее время пошло не так. У нас здесь Синлин, учитесь, своей молодой женой исполняет свою огромную мечту. В их мире есть Вавилонская башня, такое самое главное чудо света, и вот они в свой медовый месяц отправляются в эту Вавилонскую башню, посмотреть, что вокруг нее, а что самое главное, что внутри. Но так случается, что практически через там час, ну, в общем, через какое-то очень короткое время их пребывание рядом буквально с этой Вавилонской башней, жена Синлина пропадает. Куда она делась, что с ней произошло, непонятно, но у Синлина есть одна единственная зацепка. Они договаривались с женой, что если вдруг как-то так они разлучатся, что-то такое произойдет, то они встретятся наверху башни. И Синлин начинает свое восхождение. И эта Вавилонская башня – это что-то совершенно сумасшедшее. Это абсолютно отдельный мир. Более того, в этом каждый этаж этой Вавилонской башни – это свой мир, с своими законами, со своими какими-то условиями жизни. Периодически это и повествование немного меняется в зависимости от того, в каком антураже наш главный герой находится. Это могут быть какие-то купальни, какие-то воды, такое место, куда все едут поразвлекаться. Это может быть этаж, полностью театр, в котором ты будешь выполнять какую-то определенную роль, то есть играть в пьесе сам по себе, вот такая развлекалочка. А есть места совершенно жутчайшие, есть места, в которые вообще не надо соваться. Но надо сказать, что в Вавилонскую башню, видимо, вообще соваться не стоит, потому что ни в одном месте, даже в самом туристическом этаже этой самой башни, нельзя чувствовать себя в полной безопасности, потому что башня живет по своим законам, в ней есть очень своеобразные личности, своеобразные правила, поэтому Синлину придется с этим всем столкнуться, если он сталкивается с этим, и в своем этом восхождении он и очень сильно меняется внутренне, очень сильно меняется морально. И будет очень интересно пронаблюдать вот это развитие Синлина, от того достаточно такого робкого учителя, которого мы встречаем на первых страницах, и что же с ним станет, когда он заберется достаточно высоко. Потому что уже даже в первой части то, что происходит с главным героем, это настолько кардинальное перевоплощение, и за этим так интересно наблюдать. В целом, в этом цикле, он настолько необычный, настолько свежий, настолько антуражный, настолько взрывающий мозг, что все в нем особенное. Поэтому с огромным, с огромным, огромным удовольствием буду это восхождение продолжать. О следующем цикле, пожалуй, наверное, я буду говорить чуть с меньшим восторгом, хотя дочитывать я буду его, и осталась мне там буквально-таки одна книга. Это очень многих разочаровавших в прошлом году сквозь зеркала Кристель Добо. Я, как и многие, являюсь, ну не то чтобы поклонником, но мне понравились первые книги. Ой, какие они тяжелые, эти книги, боже ты мой. Мне очень понравилась идея, мне очень понравился мир молодой, где у нас мир в какой-то момент раскололся на ковчеге, все эти ковчеги летают в неком пространстве, к ним, между ними можно перемещаться на дирижаблях, но это такое не самое простое деяние, скажем так. И наша главная героиня, она по договорному браку отправляется со своего ковчега на другой. Она не, мягко говоря, не в восторге, у них с мужем там терки, и, в общем, все начинается как такое романтическое фэнтези, потому что, вот, во-первых, мир у нас тут такой фэнтезийный, во-вторых, у нас каждый этот ковчег, на нем есть некое свое божество, которое распространяет свое влияние на всех, кто на этом ковчеге живет, поэтому каждый ковчег, он в чем-то особенный. Например, жители ковчега, наши главные героини, они могут управлять вещами, там, шарф у нее живой, например. Кроме этого, почему цикл называется «Сквозь зеркала», потому что она, наша главная героиня, может проходить между зеркалами. В общем-то, да, три части у меня прочитаны, и в целом это было любопытное крайнее путешествие, хотя первая часть больше похожа как раз на Ромфанд, вторая часть больше на детектив, третья часть на нечто странное, а четвертая, как говорят, вообще ушла куда-то не в ту сторону, превратилась в какую-то адскую метафизику. Но, прочитав три книги, мне уж всяко интересно почитать, от чего там все в четвертой части плюются, поэтому, конечно же, читать я буду, продолжу чтение, но есть один маленький нюанс, мне однозначно придется все три тома предыдущих перечитать, несмотря на то, что первое я помню лучше всего, но, тем не менее, я хочу освежить свои знания. Не знаю уж, насколько мне это поможет в течение четвертого, я так понимаю, в течение четвертой книги и не поможет вообще ничего, но я попытаюсь и составлю свое мнение. Дальше у нас томик, которому я дам еще один шанс. Долго я, опять же, думала, советовалась с подругой, которая очень любит этот цикл, советовалась с вами, большое спасибо за ваше мнение на этот счет, оно мне тоже помогло сформировать свое окончательное решение. Итак, это у нас Лоис Макмастер-Буджилд, ее Барояр, ее цикл о Майлзе Фаркорсигане, молодом гении, хотя я бы так не сказала, скажем так, о достаточно умном молодом человеке, которого болезнь, к сожалению, лишила возможности, вот мечты всей жизни, учиться в военной академии. Он не смог туда поступить в силу того, что у него очень хрупкие кости. Как это произошло, тоже можно прочитать в двух романах предыстории про его родителей. И вот здесь мне и нам обещают мир, вселенную этого самого Майлза, его друзей, его недругов, его врагов, и Майлз как раз будет выезжать за счет того, что он обладает очень высокими умственными способностями, так как с физическими способностями у него есть проблемы. Я очень большие надежды возлагала на этот цикл, потому что я люблю таких героев, я люблю, когда герой действует за счет своего интеллекта, но к интеллекту Майлза у меня все-таки вопросы возникли. Я, опять же, достаточно долго и подробно рассказывала об этом в прочитанном, что у меня там как бы не срослось с Майлзом, но мне казалось, что он больше авантюрный, безусловно, он обладает, да, огромной способностью генерить какие-то идеи, выходы из сложных ситуаций, но куда больше, наверное, он умеет в эти ситуации вляпываться с такой просто невероятно авантюрной жилкой. В общем, некоторые вопросы, да, у меня возникли к Майлзу, несмотря на то, что здесь были моменты, которые мне, ну, безумно нравились, моменты, моментами я просто билась головой об стену и думала, что, ну, серьезно, вот просто мудрый герой не залезет в такую... в такое узкое темное место, просто не полезет он туда. Но потом мне немножко объяснили, что, видимо, да, я не те ожидания в Майлзу вкладывала, которые в итоге не то он из себя представляет, что я думала, что он из себя представляет. Обожаю, когда это классно объясняю, но, в общем, да, я решила, что дам еще один шанс, второй томик куплю, там, а там много романов, там у нас аж шесть романов нам обещают в втором томе и как-то уже точно определюсь, моя эта трава или, как я подозреваю, все-таки нет. Следующий цикл я все-таки, наверное, отправлю в стопочку, не буду продолжать, но это тот случай, когда, опять же, если я не права, напишите мне, может быть, мне стоит одуматься и дать второй шанс. Это Вранята Мэггести Водерк, опять же, цикл, который очень много любят, очень многие любят, я тоже очень надеялась, что полюблю его, но, опять же, здесь, видимо, столкнулись мои ожидания и реальность. Я думала, что здесь будет речь про школу, в которой происходят странные вещи, но школы тут нет от слова вообще, да, у нас тут есть группа парней, тех самых воронят, которые учатся вот в элитном, по-моему, элитном, ну, в общем, в неком учебном заведении и с ними происходят вот все те вещи, которые происходят в этой книге, опять же, блин, бог объяснений, молодец, какая я, они знакомятся с Блю, нашей главной героиней, которая обладает сверхъестественными способностями, точнее, сверхъестественными, магическими, некими способностями, гадательными, такими обладает ее семейство, а Блю не слишком, но она усиливает магию тех, кто находится рядом с ней. Начинается у нас вот все с того, что Блю получает предсказание о том, что тот человек, в которого она влюбится, умрет. Не слишком ей хочется быть причиной того, что кто-то покинет этот мир, поэтому она пытается как-то отгородиться, наверное, от отношений, и когда понимает, что кто-то ей начинает нравиться, один из этих самых воронят, она пытается как-то это предотвратить, но все, в общем, развивается не совсем так, как она хочет. Но это не то, чтобы Рамфант, это скорее фэнтези, наверное, больше дальше будут какие-то любовные отношения, вроде герои интересные, но тут я столкнулась с тем, что это сразу эти ребята, с которыми она встречается, я думала, что может быть она как-то будет их в мир сверхъестественного привлекать, и что как раз будет акцент сделан на вот этом, на том, что человек, которого она влюбится, умрет, и попытка как-то это изменить, но это вообще не про то. Здесь наши воронята, они сами прекрасно там в сверхъестественной теме пытаются найти там какого-то короля, или, в общем, некий такой символ тоже сверхъестественный, который вроде как в этих лесах закопан. Я помню достаточно смутно, потому что я давненечко читала, и вот почему-то, но это был тот случай, когда вроде должно понравиться, но вот вообще ничего не сходится, нет каких-то зон соприкосновения, поэтому я долго смотрела на воронят, но все так их любят, может быть, всё-таки продолжить, может быть, дальше будет лучше, но в конечном счёте я пришла к выводу, что, наверное, первая книга настолько не произвела мне впечатление, что вторая, наверное, тоже не произведёт. Поэтому напишите, пожалуйста, про воронят, как там, как оно дальше, может быть, не всё-таки надо попробовать. Дальше у нас моя боль, моя огромная боль, это Джо Беркромби и его первый закон. Трилогия, тёмная фэнтези, очень, опять же, всеми уважаемые. Я прочитала первую книгу, в целом, вроде как, всё с ней у нас было нормально, не сказать, что я, опять же, была поглощена повествованием, но дело в том, что первая часть первого закона не даёт читателю практически ничего, это такой огромный пролог, где мы познакомились с главными героями, которые, естественно, все такие себе, это же тёмная фэнтези, там все должны быть такие себе. У нас тут есть наёмник, которого боятся все вокруг, у которого есть очень страшная тайна, скажем так. У нас есть инквизитор Глокта, который весь хромой, косой, жизнью обиженный, потому что в своё время он был прекрасным, замечательным, успешным молодым человеком, красивым фехтовальщиком, но его взяли в плен и изуродовали там, и после этого он вернулся и всё-таки умудрился восстановиться и стал инквизитором и теперь сам пытает людей и молодой легкомысленный фехтовальщик, который, ну, просто такой, бухает, там, что-то с девушками мутит и пытается учиться фехтованию, что ему не слишком-то надо. И, в общем, вся эта честная компания собирается в путь под предводительством некого волшебника, бояза, у которого есть какие-то свои планы, потому что в мире, опять же, начинают происходить какие-то непонятные события, в мире вроде как и магия начинает потухать, и там и войны какие-то начинаются, и вот наша троица отправляется куда-то зачем-то. Ну, вот, говорю как есть, потому что по факту первая часть, как я и сказала, это один огромный пролог, ничего не понятно. Вот нас долго-долго знакомят с героями, вроде ты читаешь, интересно, откладываешь. Ну, вот я прочитала первую часть, решила, что так как первая часть не дала мне ровным счетом ничего, но не вызвала у меня отвращения, ну, надо купить продолжение. Я его купила, открыла вторую часть, прочитала две страницы, поняла, что, ну, что-то, ну, там какие-то военные действия начинаются, я не особо ходок в военные действия. Короче, я закрыла, поставила, жду, когда на меня снизойдет великое вдохновение, и я вот возьмусь за прочтение дальше. Правильно было бы отправить в стопку дам шанс, но с другой стороны, что, я зря уже купила все эти три части, но вот это, опять же, такая знаковая известная вещь, которую, вроде, стоит прочитать, поэтому я, скрипя душой и сердцем, отправлю в стопку точно прочитаю, но это вот тот случай, когда я не в восторге заранее, но, может быть, все поменяется, возможно, дальше там действительно все будет драйвово и очень круто. Продолжаем путешествие по моей боли, и следующий цикл, который я точно не буду продолжать, вообще, у меня есть очень-очень большие сомнения, что я даже эту книгу закончу, что, опять же, вызывает во мне очень много боли, потому что я до сих пор придерживаюсь попытаюсь, по крайней мере, заканчивать все книги, которые я начинаю читать, не самая, мне кажется, правильная позиция, но, с другой стороны, тогда я с чистой совестью могу ругать то, что мне не понравилось, а если я не дочитала, я вроде как, а вдруг там, там вот во второй половине было нечто сумасшедшее, прекрасное, я такая отложила эту книгу, говорю, что это фигня какая-то, она не фигня, ой, но с этой книгой, это у нас Школа добра и зла принцесса или ведьма, Саймана Чейнани, надеюсь, все я правильно говорю, ну, это Янг Далт, да, и такой сюжетик, достаточно, может, и детский, не знаю, но меня, меня это привлекло, потому что, на самом деле, сюжет еще и прикольный, потому что у нас здесь есть две девочки в мире, где есть Школа добра и зла, и две эти девочки, они, одна из них, очень-очень жаждет попасть в эту школу, как раз на факультет добра, она вся такая милая, такая белая, пушистая, но на самом деле, видимо, нутро ее совсем не таково, и поэтому в ночь, когда забирают, как раз детей забирают в эту школу, забирают и ее, и ее подружку, которая такая вся темненькая, нелюдимая, и их меняют, условно говоря, местами, то есть девочка, которая хотела и думала, что она попадет в школу добра, попадает в школу зла, а та, которая, казалось бы, ни коим образом в школе добра не имеет отношения, она попадает как раз туда, и это очень прикольно, потому что, прикольная идея, прикольная задумка с этой школой добра и зла, то есть они учатся там на героев сказок, и должны в конечном счете проиграть свой сказочный сюжет с какой-то определенной своей сказочной ролью для того, чтобы сказка состоялась. Как я и говорила, я люблю такие вот альтернативные истории про сказки, про мир сказок, про какой-то новый взгляд на это все, поэтому, конечно же, с большой радостью схватилась за чтение этой книги, и поначалу, наверное, первые пару страниц все было хорошо, а потом все стало крайне абсурдно. То, что здесь происходит, я не могу объяснить никакими словами. Это должно быть, наверное, смешно, по мнению автора, но это не смешно, это нелогично, это абсурдно, но в плохом смысле. Это каждый раз заставляет меня просто биться головой по странице, потому что я не знаю, как относиться, не знаю просто вообще, как выразить свои эмоции, отношения, и понимание того, что происходит на этих страницах. Я сражалась с собой вот чуть дальше, чем за середину. Я зашла, дальше я встала в ступор, я уже не помню, о чем там была речь до этого в подробностях каких-то, перечитывать опять этот кошмарный бред, мне тоже не хочется, и вроде как хочу просто ее закончить, дочитать, отложить, сжечь, я не знаю, что-то с этой книгой сделать, но не знаю просто, как ее дочитать, отложить совсем и забыть про нее, бросить эту книгу тоже вот мне не позволяет, это моя дурацкая черта. Поэтому цикл я однозначно не буду продолжать, но, наверное, попробую сделать на собой усилие и все-таки дочитать вот конкретно эту книгу. Ну, по сути, это значит, что ее нужно перечитать. Сейчас, может быть, будет неожиданно. Себастьян де Костел и Творец заклинаний. Я прочитала тут первую книгу. Она читалась бодро, она читалась хорошо. Очень многие, да, опять же, любят этот цикл. Здесь у нас мир, в котором нужно пройти некое магическое испытание, после которого будет определено, ты маг или не маг, и если ты маг, то все, в общем, у тебя хорошо, замечательно, прекрасно, а если не маг, то тогда ты как бы уходишь в услужение как раз тем, кто магическими способностями обладает. И наш главный герой, он как раз, у него с магией проблемы. У него вроде как есть какая-то магия, но она настолько незначительная, что он совершенно точно понимает, что выехать на этом будет достаточно проблематично. Поэтому, опять же, он включает свою голову и пытается с помощью своих мозгов победить в этом самом испытании. и здесь действительно прикольный, интересный сюжет с, опять же, загадками, интригами, с некой таинственной болезнью, с очень интересной героиней из клана Аргоси, которая обладает карточной магией, почему у нас каждая обложка книги сделана в виде карт. В общем, все должно было бы быть хорошо, но у меня, вот опять же, тут случай с этой книгой, когда я ее читаю, мне интересно, когда я ее откладываю, мне вообще не хочется ее брать, продолжать как-то с ней знакомство. Это настолько странное двоякое чувство. Когда я прочитала первую книгу, из-за того, что она у меня достаточно позитивное ощущение вызвала, из-за того, что я побоялась, что сейчас все, так как все в порыве какого-то ажиотажа сумасшедшего скупали все эти книги, я побоялась, что сейчас все раскупят вообще, и поэтому вот купила себе сразу еще три следующих, и с тех пор они у меня и лежат мертвым грузом, потому что, как я и сказала, моя рука вообще туда не тянется. Более того, я опять же забыла практически все, что происходит в первой книге, за исключением каких-то ключевых важных вещей, и, конечно же, белка-кота прекрасного совершенно существа, которое у нас друг, скажем так, нашего главного героя. Короче, отправлю это в стопочку, дам еще один шанс, но опять же, это надо будет перечитать первую книгу, взяться за вторую, и вот если дальше все пойдет, 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 на что я очень надеюсь, то тогда этот цикл закончу, а пока вот в стопочку такую не туда и не сюда. Следующую идеологию я дочитывать буду, и надеюсь, что в этом году я даже как-то говорила вам и планировала ее в каких-то планах, по-моему, осенних прошлого года, но вот как-то немножко дело не дошло до нее. Это у нас Питер Уотт, сложная слепота и эхопраксия. Как раз эхопраксию мне нужно прочесть для того, чтобы вам про ложную слепоту рассказать. Тут у нас научная фантастика про встречу с неземной цивилизацией. Есть некий корабль, который находится достаточно далеко от нашей планеты Земля, и вот к этому кораблю отправляют исследовательскую экспедицию, которая должна установить, что этот корабль такое, выйти на связь с ним, прояснить его планы, и вот когда команда наша туда отправляется, выясняется, что там, в общем, все немножко неожиданно для них разворачивается, при том, что, конечно же, ожидать чего-то конкретного от встречи с неземной цивилизацией вроде как и сложно. Но настолько эта встреча оказывается нетипичной и непонятной, что команде просто не приходится. Это достаточно сложная книга, на мой взгляд, именно по, как минимум, по своему написанию, по своему ритму, по своему тексту, но любопытная, безусловно, любопытная, поэтому вторую часть Эхопроксию я обязательно прочитаю, и вот буду делать выводы уже полностью об этой диалоге. Ну и, наконец, Стивен Кинг и Тёмная башня. И я радостно улыбаюсь, потому что вот с этим циклом у меня никаких вопросов не возникает. Тёмную башню я однозначно, однозначно буду дочитывать. Даже если бы здесь встретилась какая-то провисающая часть, я бы всё равно дошла до конца этого путешествия. Читала я только первые три с половиной романа. Роланд Стрелок, который идёт к Тёмной башне, некому центру мироздания, который соединяет все миры, из которой, по всей видимости, всё не так уж хорошо, потому что мир Роланда начинает разрушаться. И вот он идёт вместе со своими соратниками для того, чтобы дойти, найти и разобраться, что же там происходит. Совершенно сумасшедшее повествование, тоже достаточно подробно я о нём недавно рассказывала. Ну что, друзья, вот и всё. Мы с вами молодцы, провели ревизию тех циклов, которые находятся у меня в процессе прочтения, определили с вами, что я буду читать, что я читать не буду и чему я дам ещё один шанс. Пишите своё мнение на этот счёт, пишите, насколько много циклов у вас в процессе прочтения. И на этом я с вами прощаюсь. Спасибо большое, что смотрели и пока-пока.